Птица Домашняя Честно говоря, начал вспоминать Наверное нет, потому что у меня Давно не было такой возможности Я давно не ездил на общественном транспорте А вот с соседями по транспортному потоку Когда возникают какие-либо ситуации Я могу пояснить, как проехать Или даже кого-то куда-то послать И показать, куда пойти Второй вопрос В какой сказке хотели бы вы оказаться? Я даже не знаю, в какой сказке я бы хотел оказаться Но я думаю, все мы окажемся скоро В какой-то сказке, в которую нас Послало государство Так, ваш любимый цвет Ну как такового одного цвета у меня нет Это в зависимости от того, к чему это относится Машина может быть либо белая, либо черная Обувь либо красная, либо синяя Так, четвертое О чем думаете перед сном? А вот перед сном я думаю о том О том Ну наверное анализируя прошедший день Либо Обдумывая предстоящие планы Вот об этом я могу думать Так, пятое Как вы подавляете свою злобу или злость? Я ее никак не подавляю Я ее стараюсь тут же выплескивать Потому как держать ее в себе Это вредно для здоровья Будешь ходить, потому что пар будет из носа, из ушей Вылетать Будешь это все в голове Постоянно перекручивать, проговаривать С ума сойдешь И потом начнешь психоаналитику ходить Поэтому лучше сразу ее выплеснуть Высказаться кому-то На кого-то А если не помогает То пойти и постучать там об дерево кулаком Так Шестое Чье мнение для вас имеет значение? Ну для меня имеет значение, как и для многих, наверное Мнение начальника или жены Но так как начальника надо мной нет Вернее, надо мной начальник Она же и жена Вот То есть для меня ее только мнение Она сейчас отводит глаза в сторону Думает Ой-ой-ой-ой-ой-ой Да, вот так вот Так Где бы вы хотели сейчас оказаться? Наверное я и вся моя семья С удовольствием бы сейчас оказались на море Потому как мы давно уже там не были Что важнее? Ум или красота? Ну по мне, наверное, сразу понятно Понятно и очевидно Что для меня важнее красота Так Какое значение имеют деньги? Деньги имеют большое значение Деньги имеют, наверное, определяющее значение Если есть деньги, то будет и здоровье, наверное Если, значит, вы будете правильно питаться Вы будете позволять себе те процедуры Которые не может себе позволить человек без денег Вы, значит, сможете заплатить за правильное образование Вы получите Даже если вы глупый, как пробка То, ну, наверное, какую-то толику ума Вам это все-таки вас оставит Ума или интеллекта Так Как вы выглядите по утрам? Ну я выгляжу по утрам, наверное, ужасно Пока не одену корсет Пока не сниму сеточку для волос Вот до тех пор И пока не наложу там макияж какой-то Вот для мужчин это особенно актуально Такой вопрос Как вы выглядите по утрам? Я думаю, составитель этого вопроса Это был, наверное, женщина Чувствуется характер Чувствуется примерно стилистика такая По стилистике Так Что бы вы изучали, будь вы ученым? Я бы изучал историю Потому что это был мой любимый предмет В школе и в институте Как вы мечтаете встретить свою старость? Я, наверное, ее мечтаю встретить так же, как и большинство В кругу близких Здоровым На своих ногах В здравом уме При памяти То есть Что бы меня не посещал Ни Альцгеймер Ни Артрит Ни прочие Какие-то старческие заболевания Так Какая у вас серьезная покупка? Серьезная покупка Про серьезные покупки можно долго, наверное, говорить Но Но был такой момент Тоже был Он связан с серьезной покупкой Но на которую пришлось потратиться не мне А начальству моей жены Когда она победила в каком-то мотивационном конкурсе И вот ей подарили iPhone 7 Который она до этого долго меня и безуспешно выпрашивала Я был очень рад Она хотя может сама себе позволить Но Тем не менее Мы как-то все-таки привыкли большие покупки согласовать Вот я был рад тому, что ее начальство на это потратилось и разорилось Так Если бы вы были невидимкой, что бы вы сделали? Я, наверное, не знаю, что бы я сделал, если бы я был невидимкой Но я сейчас делаю все, чтобы не быть невидимкой сейчас Так Как вы доказываете правоту? Я ее доказываю Я ее доказываю сначала словом Потом еще раз словом Ну, потом делаю последнюю попытку еще раз словом Ну, а потом, если не помогает, наверное, уже и дело Так Какие три желания загадали бы вы? Ну, наверное, банальные самые желания Для себя и своих близких Жить долго, счастливо И чтобы был мир во всем мире Как вы относитесь к религии? Я к религии отношусь терпимо Я думаю, что когда придет время Тогда мы будем рассуждать об этом серьезно А пока Пока Мы живем в таком Бешеном ритме В котором некогда остановиться Я даже не могу себе позволить задуматься об этом Чем занимаетесь долгими зимними вечерами? Вот зимние вечера, если 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 Случаются такие моменты, когда Есть возможность отложить В сторону лопату Или снегоуборщик загнать в гараж Или Еще какие-то дела Не беспокоит То я, наверное, как и вы Как большинство из вас Я сижу в интернете Я сижу в ютюбе Я либо отвечаю на ваши комментарии Либо Монтирую новые ролики Либо Либо Делаю наброски Новых сюжетов Которыми я Спешу с вами поделиться Так На что потратили Свой первый миллион? Свой первый миллион мы потратили На этот дом Так Вы бы хотели мечтать А Вы бы хотели начать жизнь заново? Нет Не хотел бы начать жизнь заново И что вам нравится в человеке? Так В человеке мне нравится много чего Мне нравится в человеке открытость Прямолинейность Мне нравится в человеке Мне нравится в человеке То, что человек не боится Отставить свою точку зрения То, что он не боится высказываться Мне нравится в человеке Мне нравится в человеке то, что человек не боится Быть самым собой И не пытается на себя натянуть какую-то личину Не пытается показаться больше, чем он есть на самом деле. Не пытается не пыжиться. Мне нравится, что человек знает, когда вовремя закрыть рот и когда надо исчезнуть из поля зрения. Ну вот и все 21 вопрос, на который я так быстренько ответил. На мой взгляд, я бы дополнил, я бы серьезно подкорректировал эти вопросы, но как я уже сказал, наверное, это все-таки женщина составляла. Было бы интересно, если бы кто-то мне написал, кто автор этого всего челленджа и кто автор этих вопросов. Угадал ли я с тем, что это была женщина. Я бы здесь некоторые вопросы убрал и вставил бы, например, какая ваша любимая книга. Сам же и сейчас я отвечу. Одна из книг, которые меня зацепили, зацепила это «Три товарища» Ремарка. И когда вы прочитали последнюю книгу, или какая последняя книга была, которую вы прочитали? Это было, наверное, года два назад. Это очень давно, и это, конечно, плохо. Это была книга «Красное колесо» Солженицына. Я ее начал читать, но не закончил, потому что она была на электронном носителе. Для меня это очень тяжело читать так. Мы не смогли, мы не купили книгу, потому что она в последний раз издавалась где-то лет 10 назад. А экземпляры вот эти 10-летние по рукам ходят, и ценник там за одну книгу порядка где-то 7 тысяч. А она в трех томах, по-моему. Если не... В общем, томов несколько. То есть это надо серьезно потратиться, чтобы купить это произведение. Я бы дополнил, честно говоря, еще бы вот сюда такими вопросами, как, например, назовите каналы, которые вас бесят, и почему. То есть если бы кто-то сказал или написал бы, что вот меня бесит канал «Птица домашняя», и сказал бы это, и сделали бы это несколько раз, мне было бы очень интересно, и я бы даже поаплодировал. Ну вот и все вопросы, на которые я ответил. Я постарался ответить откровенно. Надеюсь, вы это оцените. Задавайте вопросы, если у кого-то какие-то ответы, и вопросы еще остались после этого. Комментируйте. Не забывайте подписываться на канал «Птица домашняя». Всем спасибо, до свидания. Чуть было не забыл, такой немаловажный момент. Надо передать кому-то эстафету. Я не знаю, видят они или нет, но я, в общем, свои обязанности, свое обязательство выполняю. Я хочу передать эту эстафету блогеру с Сахалина, Елене Сарычеву. Я хочу передать второй канал, это канал «Сибирская птица» Алексей Еремеев, очень толковый парень, на мой взгляд. И я хочу передать эту эстафету еще каналу «Новая жизнь в деревне». Вовчик, бери и дерзай. Ты любишь записывать болталки, я думаю, что с этим ты справишься как нельзя лучше. Всем пока.